Денис, а ты вообще помнишь, как начинается первая серия «Бывших»? Бывшие вспоминают первый сезон. Когда мы с тобой в подсобке занимались любовью, это как бы не считается. Ниже некуда. Вот сегодня. Она вот смотрела таким образом. Я не смотрела. Ах ты, получай. В преддверии нового сезона. Ну я же не могу спорить. Она начинается с твоей поездки с молодым человеком в Москве. Ты ездишь на машине, веселишься, танцуешь, по-моему, что-то употребляешь. Так точно. Все правильно, да? Все правильно, да. Сколько раз Яна сбегает в первом сезоне? Ну, давай пять. Правильно. Серьезно? Пять раз. Пять раз сбежала и потом обратно пришла. От кого бежит и почему? Хотя бы несколько раз давай. Ну, слушай, от себя бежит она. Мне кажется, она всегда бежит от себя, в первую очередь. Мудрый ответ. Мудрый ответ. Спасибо. Жги. Жги. А у Ильи тоже есть стилетики в шкафу? С какими демонами он сражается? И как Яна на это влияет? Илья страну, если так можно назвать, сражается со своей зависимостью, а Ян только ее усугубляет и общение Яны ведет его в пекло. Ниже некуда я считаю, просто вот она постучалась там внизу. Я такая, привет, ты думал, это дно, а нет. У тебя была в первом сезоне любимая серия или сцена? Когда я стул кидала в тебя, это первое, по-моему, знакомство Яны. Моя любимая – это вечеринка с подбой в машине. Ну, помнишь, по кроликам, когда стреляешь? Да, да, это моя любимая тоже сцена. Давай! В сторону! Потому что там мы оставили для фантазии зрителя, что произошло. Мы видим только то, что она вся побитая, и скоцанная, и изрезанная, и просыпается голая в постели с этим Кириллом. Там уже остается только додумать, что с ней произошло. Но Яна явно сложно ходит, и она, когда протрезвела и проснулась, она понимает, что вот оно дно. То есть, если она до этого стучалась, то сейчас она сама уже совершенно над ней, и нужно что-то делать самой. И никто за себя это не сделает. Поэтому для нее это такой поступок – приехать в клинику и сама уже заявить о том, что это не папа ее привез, и она сама пришла и говорит, я хочу лечиться, я хочу что-то поменять в своей жизни. Откройте, я лечиться приехала. В какой-то момент Илья, значит, срывается и снова начинает пить. Как ты думаешь, отношения с братом играют в эту роль? Здесь совокупность моих эмоциональных качелей во всем первом сезоне. И отношения с Яной, и отношения с братом, и с Олей. Поэтому здесь нельзя чего-то такого одного выделить, что прям именно это повлияло на срыв, и Илья начал бухать снова. Собственно. А это вот, возможно, отношения с братом, с Сеной, с братом, она как бы могла прям подтолкнуть уже, прям дать волшебный такой пендель, да, и все, когда уже назад дорогие. Зачем Яне, интрижка, с братом Ильей Андрей? Она же просто ему морочит голову, да? Мне вообще кажется, что Андрей это единственный человек во всей этой вселенной, кто ее не осуждает. Вот она может с ним что угодно принимать, пить. Быть какой угодно. Да, быть какой угодно, и он ее не осудит. А вообще, если так обратить внимание, то ее осуждают все. И каждая, с кем бы она не пребывала в сцене, и с кем бы не говорила. И мне кажется, это даже... Там есть этот мотив взбесить Илью. Да, это такая манипуляция, которую она использует. Но, в общем и целом, мне кажется, ей с ним хорошо. Ну, искренне хорошо. То есть она может быть такой, какой она хочет, и получить вот эту вот какую-то отдачу. Она знает, что она с ним может провести время и быть как сама с собой. Ты хороший. Илья даже перед свадьбой едет искать Яну. Что его не устраивает в Ольге? Вот что. Илья зависимый человек, он... Его не вставляют обычные какие-то удовольствия от жизни. Ему надо постоянно, чтобы он был вот по максимуму. Ну, как любые грани, которые возможны, да, и вот ему это нужно. Вообще зависимый человек, людям это нужно. Им постоянно надо, ну, куда-то либо падать, либо взлетать, чтобы вот постоянно были невероятные какие-то качели. С Олей все просто. Ну, с ней как бы, с ней все хорошо. С ней вот как бы семья. С ней спокойно. С ней дом. Мужин готов. Чисто. Вот это засыпание на плече. И Илья пытается себя как бы обмануть этим, что вот сейчас вот он это вовсе, все, и всем этим себя окружит. И сможет выздоравливать, и жизнь наладится, и он будет нормальным человеком. Род его именно заболевание таково, что его тянет к Яне. Потому что Яна это и есть его болезнь. С ней он получает то, чего ищет. Вещество. Ну, наркоман говорит, что который его раскумарит, который его вставит. И вот это единственный наркотик, который... А какие к финалу сезона отношения у Яны с родителями? Да, они вообще сложные у Яны с родителями отношения. И это с самого начала понятно, что, как говорится, яблочко отъел. Кстати. Да. Безусловно, они похожи в этом безумстве. Вот, с другой стороны, и разное. Потому что Яна, например, как мне и видится, вообще вся эта зависимость, такой способ убежать из этой реальности и оказаться в каком-то другом мире. Вот. Чувствует она давление абсолютно сверху. Мне кажется, что на нее давит. Ответственность, которую вешают на нее родители. Вот. То есть там какие-то бумаги, еще что-то. И как раз к концу сезона мы видим, что Яна начинает уже взрослеть. Я начинаю делать какие-то поступки, которые важны. Ну, как бы, в общем, в общечеловеческих каких-то пониманиях. Вот. А с родителями... Ну, в этом же и интерес, на самом деле, во что они перерастут в втором сезоне. То есть с родителями все остается в каком-то подвижном состоянии, на мой взгляд. То есть она начинает явно говорить более честно и более открыто о своих эмоциях и чувствах. Но они так и не разрешились до конца на что-то. Вокруг вас все живое засыхает. У Ильи в итоге все же доходит до свадьбы. Помнишь финальную сцену? Как ты думаешь, что там было? Неоднозначно. Скажем. Бывшие два. Бывшие. Смотри весь первый сезон. Прямо сейчас. И премьера. Новый сезон с 31 октября. Эксклюзивно. На старт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова